Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Давайте посмотрим, что произошло в мире за это время, пока меня не было. Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России. Что конкретно? Ну, вы помните, да, что в ходе стратегических учений ГРОМ-2019 произошла нештатная ситуация. Атомная подлодка К-44 «Рязань» произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой. А почему, почему, почему? А вот почему, что эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет. Нечё, пельмень, устаревшие ракеты часто дают осечки. Она была принята на вооружении, ну, вот эта самая ракета, в 1977 году. И с тех пор она стояла и ждала Путина. Путин пришёл, а она вот уже всё, уже старенькой стала. Ну, ладно. А Минобороны объяснили отмену пуска ракеты. А они сказали, не, всё нормально, никакой нештатной ситуации. Пуск отменили из-за технического состояния межконтинентальной ракеты. То есть, в России надо понимать, когда техническое состояние не годится у ракеты, это не является нештатной ситуацией. Это штатная ситуация, когда ракеты не летают. Вы поняли, да? Состояние военных сил российских. Социологи заявили о резком сокращении числа верующих христиан в США. Интересно. Опрос общественного мнения. Так. За последние 10 лет количество взрослых американцев, называющих себя последователями христианской религии, сократилось на 12%. При этом число безбожников и религиозно-нейтральных людей выросло с 17% в 2009 до 26% в 2019. Интересно и примечательно, что выявленная социологами тенденция касается обеих ведущих христианских конфессий в США протестантизма и католицизма. Так, количество американцев, идентифицирующих себя в качестве протестантов с 2009 года, сократилось на 8%, а протестантов на 3%. А что-то попы плохо работают. Плохо работают. Изменился религиозный ландшафт в стране. Ха. Только и скажу. Ха. Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы. Бывшая супруга российского миллиардера Фархада Ахмедова Татьяна попросила заморозить его активы в Великобритании. Короче, они жили-жили, потом развелись, и высокий суд Лондона ему присудил выплатить 450 миллионов фунтов стерлингов. Однако она получила всего 5 миллионов. Вот так, ребята. Чё Ахмедов говорит? Ахмедов чё говорит? Ахмедов говорит, пошли вы все. Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика. Никаких. Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего платить, нечего ловить, говорил он в интервью. Ничего, пельмень, да. Фархад Ахмедов, российский предприниматель азербайджанского происхождения, инвестор. В 2004-2007 представитель администрации Краснодарского края в Совете Федерации. В 2007-2009 представитель собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Совете Федерации. Впервые слышу, чтобы так много было азербайджанцев в Ненецком автономном округе. Личное состояние 1,3 миллиарда долларов США. Вот это да. Хорошие деньги. В США придумали машину для объятия. Ребят, я вам уже говорил, что есть вещи, которые, ну как бы сказать, меня немножко удивляют и чуть-чуть даже кособочат. В Америке очень любят обнимашки. Вот обнимаются, обнимаются. Любой вот, открой какой-нибудь, ну какую-нибудь передачу, да, там ток-шоу, они все обнимаются, все целуются. В любом фильме все начинается и заканчивается объятиями. Ну и вот какой-то дизайнер решил машину изобрести для объятий. Ну, чтобы не мучиться каждому. Раз и все. В США создали машину для объятий под названием компрессионный ковер. Ну, так типа тиски такие, подушками обложены. И так вот раз, и тебя обняли. Так и надо, чё. В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25. Да, россиянам как-то, наверное, это не очень нравится. Истребитель-перехватчик третьего поколения. А в Америке сейчас 6-го, по-моему, 7-го, что ли, МиГ-25. Самый быстрый, самый высоко летающий истребитель в мире. Созданный более 50 лет назад, используемый до сих пор. Материально рассказывают, что в 1976 году летчик Беленко угнал истребитель в Японию. Американские инструкторы смогли оценить его возможности. И действительно он уникальный, он сверхманевренный и быстрый. Но, 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 но у него нет радара. И для того, чтобы что-то, ну, вообще-то на истребителе не просто летают, воюют, да. И у него нет, у пилота нет чёткой картины о том, что происходит внизу. Поэтому МиГ-25 вынужден спускаться. А когда он спускается, уже все у него, уже, вон, как говорится, уже ничто. Он может только очень быстро летать и высоко. Вот такие дела, ребята. Ладно, хорошо, МиГ-25. Запомнили, да, не летайте на МиГ-25. Они бесполезны. В России создадут роботов-помощников для космонавтов на Луне. Это вот, наверное, те самые квартиры, которые собираются сдавать на Луне. Какая чушь вот эта вот, снимаж какой-то, да, астронавтический. Конгресс в Вашингтоне, будут платформы, будут роботы. Ничего не будет, ребята, успокойтесь. Ну, роботы будут, их будут носить подмышкой, да. Когда нужно что-то с ним сделать, его поставят, вернее, так вот, посадят на стол. На кнопку нажмут, и можно будет кино посмотреть, всё. Боец Росгвардии погиб во время экзамена. Ой-ё, на краповый билет. Они же там дерутся, как сумасшедшие. Нужно победить, по-моему, двух краповых билетов, чтоб тебе тоже вот этот вот краповый билет вручили. Ну, и вот одного там это, рукопашный бой, схватки ему проломили череп. Он впал в кому и скончался, не приходя в сознание. Кому-то это надо, да? Ну, кому-то надо. Нацпроекты в Саратовской области открыли 10 новых ФАПов. Ой, даже водопровод подвели к ФАПам. И сидят там фельдшера. Вот это 21 век, всё, что вы хотите знать о медицине. В Саратове и в России фельдшера. Бедняжки там сидят, мучаются. Да, я интересный, я в институте, когда учился, пошёл работать, подрабатывать на скорую, я впервые узнал, что до сих пор, 70-е годы, узнал, что до сих пор фельдшера существуют в СССР. Я думал, это вот, знаете, с Чеховым тогда, вот с Булгаковым фельдшера закончились. Нет. И вот сейчас мне уже 60 с лишним, да, а фельдшера всё ещё воюют, как говорится. Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием. Что-то она там крутнула своей попой четыре раза, и это считается два четвертных лутца. Это история, это всё, это Россия впереди всех. Так, у меня ещё про спорт будет. Страх и ненависть в Венесуэле. В Венесуэле там творится, ребята, что-то страшное. Каракас, город, в котором царит атмосфера страха, местные жители боятся бандитов и так далее. Ну, и там Путин, конечно, впереди всех. Он там заправляет Венесуэлю, он дружит со всеми, с местным начальством и так далее, и так далее. Ну, вот, спасибо Путину за это, да. Все венесуэльцы перед Путиным преклоняются и засыпают только с его портретом. Владельцы автозаправок назвали бессмысленной идеей Росстандарта о борьбе с недаливым топливом. Ну, ребята, о чём я вам говорил? Даже не объясняют, просто назвали бессмысленной и всё. И всё на этом. Сергей Шойгу. Вот так написано. Сергей Я Шойгу предупредил об угрозе развертывания американских ракет, и даже никто не исправляет. В Европе. Да, американские ракеты будут развернуты в Европе, а в России будут развернуты лопаты. Лопаты 77-го года. Вы поняли всё, да? В Приморском крае туристка сорвалась со скалы, позирует для фото. Оху! Нашли тело 41-летней женщины, а в Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи. Какой-то идиотизм, да? ФАС завела дело против Победы. Ну, это компания такая, Победа, летучая компания, из-за рекламы препарата от укачивания. Они пустили там в наушники, да? И вот теперь против них завели дело. Вот они говорят, раз вы не даёте нам рекламу, на которой мы деньги зарабатываем, значит, будут повышены цены на билеты. Поняли, да? Ну, и немножко спорта. Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи. Значит, после боя казахстанца Жалгаса Жумагулова и россиянина Али Багаутинова началась массовая потасовка. В общем, недовольный решением Багаутинов, решил подраться ещё и т.т.т. В итоге началась потасовка. Раз. Матч крыльев-советов с Оренбургом закончился потасовкой. Да-да-да-да-да. Так, что ещё? Травмированный футболист Рубина наконец покинул реанимацию. Выполз он из реанимации и лежит в обычной палате. После драки. Слуцкий назвал дебилами руководство Роттера. А это футбольный клуб Роттера. Он их назвал дебилами. Я поддерживаю, да. Там все дебилы. Со спортом у меня всё. И чтобы вам немножко развеяться, посмотрите. Батинские помидоры. Юсиф показывает, как курица вертится на самодельном вертеле. У него самодельный вертел. Там какой-то мотортик стоит. Там вообще всё здорово у него. Посмотрите. А я с вами попрощаюсь. Пока-пока. Я что-то немножко приболел. Надо подлечиться. Всего. С вами доктор Влад. Здравствуйте, друзья. Мы сегодня на канале, бюджетном канале, бакинские помидоры. И не только бакинские помидоры. И бюджетный канал это наш. Мы сегодня жарим курицу. А точнее цыплята. Вот я хочу показать вам свой вертель. Вот. Поливаем маслом иногда. Или соком. И заодно экспериментирую свой вертель. Который я недавно сделал. А вот на вертикальном мангале, как я вам неоднократно рассказывал, вот прекрасно жарятся помидорчики. И вот моя закуска. Всё повернуется просто идеально. Просто идеально. Удивительно. То есть, в принципе, углей не нужно. Если у вас есть дровички, можно прекрасно жарить. Это уже готово. И это что? Яблочки у нас. Ну, яблочки ещё пускай пожарятся. Ну вот. Почти всё приготовлено. Кроме курицы. Вертикальный мангал. В идеальном состоянии. Идеально готовится. Просто идеально готовится. Вот сними вот как мы. Вот какие помидорчики. Замечательные. И бадамджана. Замечательно всё. Ну, курица ещё будет готовиться, как минимум, минут сорок. Так что, я свою закуску шейки от курицы сделал. Могу выпить. Могу выпить. И за здоровье. За ваше здоровье. И за наше здоровье. Чтобы все мы кушали вкусную и здоровую пищу. А это самая здоровая пища. Зава. Так. Ну вот, куричка, в принципе, готова, я думаю. Я думал, что пройдёт минут сорок надо. Оказалось. Вот сейчас замерю температуру. Вот, хочешь, сними отсюда температуру. Вот, сверху. Вот, смотри, как ползёт, ползёт, ползёт. И, фактически, 60-70 градусов. Это вполне более, чем достаточно. Более, чем достаточно. Всё. Иногда в процессе приготовления я поливал вот так маслом. Подсолнечным маслом. Ну, а картошка. Вот, картошка. Я думал, готова. Но оказалось, что на вертикальном мангале она поджарилась. В принципе, можно её здесь поджарить. Так, а я здесь её дожарил. То есть, время ей нужно. Вот, сейчас она более-менее. И, несмотря на это, ещё много. А курица готова. Всё, мы её снимаем. И на этом заказ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok